Записал и всё, или очень долго, по звуку, по словам. Вот так, по словам Юрия Казарина, рождаются у него стихи. За плечами более десятка книг, поэзии и прозы. Большинству из тех, кто пришёл сегодня на встречу, его стихи знакомы. Слушают поэта с удовольствием, задают вопросы о жизни и творчестве автора и его видении современной литературы. В последней публикации нашей отечественной литературе что-то служит внимания. В современной литературе, говорит Юрий Казарин, всё стремительно меняется. Исчезают привычные формы и даже жанры. Проза исчезла. Она исчезла, потому что исчез жанр рассказа. Русская проза – это, прежде всего, рассказ. Пока есть рассказ, новелла, небольшой жанр, то будет определённая база для прозаического мышления и прозаического отображения мира. Встреча Первоуральцев с Юрием Казариным проходит в рамках Года литературы. А организатором стала сотрудница одной из Первоуральских библиотек – соседка поэта по деревне Каменка, откуда Юрий Казарин родом. Окрестности Первоуральска ему знакомы. Даже есть несколько стихотворных циклов – «Каменские элегии». Но известен поэт далеко за пределами области. У него есть много книг именно таких исследовательских. Он знаток русского языка, он преподает в университете, в театральном институте. Я думаю, что в нашем городе он достаточно известный человек, что многие его знают, может быть, даже и журналисты у него учились. Час встречи с поэтом пролетел незаметно. Обсудили и литературу, и вышли далеко за ее рамки. Встреча мне понравилась, тем более Юрий Викторович – мой старый знакомый. В Ургу вместе с ним встречались я как философ, он как филолог. Он и интеллектуал, он и приятен в общении. И знаю, что в любой ситуации он всегда найдет достойный выход. Атмосфера встречи пришлась по вкусу и самому поэту. В конце беседы первоуральцы попросили Юрия Казарина провести в городе очередную встречу. Поэт согласился и пообещал приехать в сентябре. Ксения Иноземцева, Сергей Шемет, Интера ТВ